День добрый и добро пожаловать! С вами я, Хаг, и вы смотрите YouTube-канал Let's Play по-русски. И это последняя часть прохождения игрушки The Cave, в которой мы будем проходить часть рыцаря. Итак, рыцарь умеет становиться, скажем так, неприкосновенным, да, он не получает урона и не получает урона от падения, поэтому мы можем зайти вот сюда вот в пещеру, прыгнув сквозь огонь, и приземлиться непокалеченным. Здесь нас ждет король, который нам даст задание. Я просто сейчас чуть-чуть прошел вперед, дал ему договорить, потому что он долго рассказывает, что нужно сделать. Нам нужно, конечно же, вытянуть меч из камня, но перед этим нам нужно, конечно же, так, 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 тихо, извините, я сбился, я сбился. Нам нужно, чтобы нас полюбила принцесса. Принцесса нам скажет, что нам нужно идти к дракону и забрать у него золото. Итак, мы сможем пройти дальше по квесту, когда поговорим с ней. Ну, принцесса, оказывается, уже устала ото всех, но это очень цинично. Говорить, что нам дракон, бла-бла-бла, золото, бла-бла-бла, иди отсюда, бла-бла-бла, я хочу быть электрическим инженером. Нет, электрический инженер. Это было бы круто. Инженер на батарейках. Ну, я просто уверен, что это называется как-то по-другому, но давайте просто дослушаем ее монолог и спустимся. Итак, сюда вы не должны приводить всех, а то есть, когда вы уже добежите рыцарем сюда вниз, к вам подбегут ваши друзья, и вы сможете уже продолжать с ними. И при том, они нам все понадобятся. Итак, давайте пойдем. Дверь открывается, и мы первым делом поднимаемся наверх. То есть, нам нужен ключ от дверей к дракону. Этот ключ охраняется рыцарем, который в нас постоянно стреляет из арбалета. И вот здесь вот единственный пазл в этой игре, который я, по идее, решил сам, и я чувствовал, что это правильное решение. То есть, я подошел рыцарем слева и спустил справа на лебедке. А, нет, это принцесса. Вот на этой лебедке справа спустил героя и думал, что он сможет пройти к ключу. Но нет, это нужно спустить рыцаря. Давайте я его поставлю. Хорошо. Так, давайте близнецами будем регулировать лифт. Так, по идее, по идее, это можно только двумя героями сделать. А то есть, давайте тогда поднимемся. Хотя, нет-нет, по-моему, лифт, он становится на месте, там его не нужно держать. Сейчас мы проверим. Просто мы сейчас проверим, поэкспериментируем. Так, идем, идем-идем-идем. Хорошо. И так, у нас здесь наверху лифт, которым мы можем управлять. Нам нужен третий этаж. Третий этаж это то, где нас ждет рыцарь. Так, давайте потянем за ручку и будем ждать. Второй этаж, там, по-моему, рисунок или что-то такое. Третий этаж. И... Стоп. Все, на третьем этаже мы останавливаемся. И рыцарь, который охраняет ключ, начинает стрелять в нашего рыцаря, который в защитном щите. Это, видите, то есть, это, к сожалению, единственное решение загадки. Я надеялся, что можно было бы по-другому сделать, но нет-нет-нет. Итак, мы тогда идем вниз. И так, спускаемся уже к дракону. А то есть, нам этот ключ нужен, чтобы открыть двери и украсть золото дракона. Так, спускаемся. Рыцаря мы заберем сразу же, как только добежим вниз. Так. И... Уоп. Спускаемся. Отлично. Дракон, по-моему... Да, тут есть два входа. Два входа к дракону. Там можно, по-моему, справа к нему спуститься. Я постоянно об этом забываю. И бегу по длинному пути. Так, давайте... Я сказал, посмотрим на картинку, а не выпросим ключ. Так. Так. Отлично. Это нам показывает просто то, что рыцарь... Ну, скажем... Не украл. Он нашел свою одежду с трупа. Да. Мы назовем это так. Итак, давайте откроем дверь. И сейчас уже переключимся к рыцарю. Нам подходить к дракону нельзя, потому что случится вот это. Это очень-очень плохо для здоровья. Так. Давайте тогда... Так. Хилбили нам не понадобится. Рыцарь наверху под обстрелом. Так. Его телепортируют наверх. Но ничего. И мы побежали, побежали, побежали. И с рыцарем будет то же самое, что и с драконом. А то есть нам нужно отвлекать внимание дракона. Но с драконом у нас еще есть элемент тайминга. Так как он поджигает нас. А то есть мы становимся в наш шарик защитный. И дракон начинает нас поджигать. Но своим огнем он нас отталкивает. А то есть когда он нас оттолкнет достаточно далеко, он потеряет у нас всякий интерес. И поэтому стоит как можно быстрее среагировать и другим героям забрать его золото. Итак, давайте попробуем. Впрыгнем. Шарик. Есть. Отлично. Бежим. Забираем золото. И поднимаемся. И вот здесь вот знак. Закрывайте ворота. Всегда держите ворота закрытыми. Это стоило бы, скажем так, проследить за этим. Но мы за этим не следим. Да, и тут случается что-то странное. Дракон улетает. Как ни странно. Итак, давайте пойдем наверх. Принцесса нас только что назвала идиотом. И я бы сказал, что заслуженно. Заслуженно. Потому что теперь дракон летает туда-сюда в королевстве. Всех убивает. Но здесь он как раз убил одного из защитников, который защищал динамит. Вот он. Этот динамит нам понадобится для решения следующей загадки. Итак, давайте тогда бросим монетку. И посмотрим, может быть, принцессу, у которой... Я предположу, что это просто картинки Бибера у нее на стене. Если это Бибер, мне ее не жалко. Так, давайте тогда. Давай, дракон. Я тебе верю. Отдай мне амулет. Вот так вот. Да. Вот что думает дракон о нас. Давайте заберем амулет и пойдем дальше. Итак, амулет я сейчас спущу пониже, чтобы рыцарю не нужно было бежать слишком далеко за ним. Так. Хорошо. Спрыгнем. И... Уп. Хорошо. Все. Рыцарь возьмет амулет и отправится уже к мечу. Но нам нужен динамит, чтобы помочь ему вытянуть меч из камня. Ну и, конечно же, если это с динамитом, то вы догадываетесь, как нам нужно будет решить ту проблему. Итак, давайте возьмем динамит и пойдем. Мы не зажигаем динамит до самого последнего момента. То есть, там у нас будет много возможностей зажечь его. Нам нужно подождать, пока рыцарь приблизится к камню, и нам нужно не взорваться. А то есть, потому что придется слишком далеко бежать за новой палкой динамита. Итак, давайте перепрыгнем в ту часть карты, где у нас кости. Где у нас хранилище костей, да. Конечно же, это еще называется склеп, но... Хранилище костей мне так больше нравится. Итак, давайте встанем в позу, да. Вот мы прямо под мечом. Давайте выберем нашего рыцаря, который все еще себя защищает. Храбро себя защищает магией. И отправимся за брилком принцессы, которая нам... Да ладно. Не знаю... Как бы это назвать? Посмертно завещала. Вот, вот, все, я понял. Я придумал. Посмертно завещала нам свой брелок. Давайте тогда пойдем дальше. Я называю это брелком, но это амулет. Извините, если кого-то обидел этим. Ну, бывает, бывает. Так, давайте. И как раз пещера очень мило замечает то, что... Давайте будем надеяться, что король не заметит кровавых пятен на амулете. Их стоит счистить. Так, давайте тогда поднимемся. Нам опять же нужно прыгнуть сквозь тот огненный туннель. Я не знаю, кто придумывал этот вход. И кто вообще, кто дизайнер замков принца Персии? Кто хочет жить в таких жестоких замках? Я не знаю. Но, вот такие вот замки у нас в играх. Итак, мы ждем, пока король нам скажет, что... О, молодец. Ты заслужил любовь моей дочери. Давай теперь подходи, вытягивая меч. Он сейчас опустит... Так, мост. Он сейчас опустит мост. О, вот, хорошо. Он опустил мост. Иии, мы подходим. Так, давайте тогда возьмем, где наши близняшки. Так, у нас как раз здесь огонь. Чак the flame. В доме близняшек есть Чак the plant. Я не знаю, я нигде больше не замечал этого. Но, может быть, это еще где-то есть. То есть, Чак такой-то. Так, давайте отбежим. А-а-а! Я не смог отбежать. Рыцарь, а теперь ты сможешь? Да, все, хорошо. Можно было это, конечно же, элегантно сделать, чтобы это все было рука об руку. И тут рыцарь вытянул меч. Но нет, нет, можно и просто пошагово взрываете и вытягиваете меч. Все, давайте побыстрее убираться отсюда. По-моему, есть специальный ачивмент, чтобы вернуться в замок и проверить, как у короля дела. Я его не делал. Я даже не знаю. Можем, можем сбегать. Давайте, последняя серия, давайте сбегаем, посмотрим. То есть, я ачивмент это еще не получал. Но, знаете, иногда можно просто посмотреть, что в игре еще есть, если почитать. Так, король хотел к принцессе зайти, да. Давайте поднимемся, посмотрим, как у него там дела. Что он там нашел? Так. И... Уп! Так, пещера нам все еще... Так, советует уйти как можно быстрее с мечом отсюда. Нет, 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 мы пойдем посмотрим, что там король делает. Так, так. Я надеюсь, его скушал дракон. То есть, это было бы... Да. Дракон так задумчиво живет. Он нам что... А, я надеялся, он нам что-нибудь высморкнет такое весело, как корону. Ну что ж. Итак, это было прохождение игрушки The Cave. Я знаю, что я вам не показал концовки. Но я вам помогаю проходить игру. Я не показываю вам, что в конце. Для этого есть совсем другие прохождения. Которые тоже называются прохождения. Но они совсем-совсем другие. Итак, я говорю вам большое-большое спасибо за внимание, за комментарии, за просмотр... За поддержку. И мы увидимся в следующем видео.